МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В горах ночью от 1 до 6 градусов тепла, днем плюс 14, плюс 19. В большинстве районов высокая пожароопасность. В Черкесске без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха ночью 10-12 градусов выше нуля, днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 26. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фоторабота сотрудницы службы СМИ КЧГУ и студентки магистратуры КЧГУ Мелады Баянсузовой стала победителем фотоконкурса «Кавказ без границ». Фотографию отметили в номинации «Село». Об участии в конкурсе, о замысле самой фотографии, об увлечении фотоискусством и многом другом в эти минуты Мелада расскажет моей соведущей Бэлли Джазаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Мелада. Доброе утро. Я благодарю тебя за то, что ты нашла время, приехала сегодня к нам в гости из Карачаевска. Мелада, сразу хочу поздравить тебя с тем, что ты, вернее, твоя работа, твоя фотография, точнее, стала победителем фотоконкурса «Кавказ без границ» в номинации «Село». Спасибо. Вот она перед нами. И скажи мне, пожалуйста, это постановочное фото или как-то случайно так получилось? Да, фотография постановочная. Мы специально выехали и организовали такую фотосессию. В итоге получилась такая фоторабота. Ну, насколько я знаю, у тебя в багаже очень много фотоконкурсов, много побед. Ты постоянно участвуешь в фотовыставках. И какая-то твоя работа, фотография, даже выставлялась в Государственном Эрмитаже. И ты об этом случайно узнала. Расскажи, интересно же. Да, действительно, буквально пару месяцев назад я решила поискать свое имя, ввела в поисковике. И случайно смотрю на сайте победителей фотоконкурса. Смотрю мое имя там. Это был фотоконкурс, посвященный 70-летию Победы. То есть я узнаю об этом спустя более чем 5 лет. И написала организаторам фотоконкурса. Меня даже не оповестили об этом. Они написали мне, да, действительно, фотография была выставлена в Государственном Эрмитаже. Это меня, конечно, очень обрадовало. Но к организаторам конкурса я еще обратилась. Ну, с претензиями, можно так сказать. Вот я знаю, что ты моя коллега, ты журналист. Сейчас ты учишься в магистратуре, институт филологии. Работаешь в службе СМИ, Карачаево-Чешкесского государственного университета. Работаешь в отделе культуры Карачаевска, города Карачаевска. А вот фотографии, почему ты так серьезно увлеклась? Откуда это увлечение? Я увлеклась фотосъемкой в 2013 году. Купила себе зеркальный фотоаппарат. И вплоть до этого года я фотографировала именно на него. В этом году я решила перейти на более серьезную технику. Поняла, что это не просто хобби, а хочу этим серьезно заниматься. И уже получаются такие работы, которые побеждают в конкурсах. В каком направлении все-таки ты будешь двигаться? Фотография? Мне именно в фотосъемке нравятся национальные мотивы, как вы можете здесь видеть. Мне нравится отображать быт, культуру народов Карачаево-Черкесии именно в своих фотоработах. Будешь в этом направлении работать? Буду в этом направлении работать, но не буду заниматься коммерцией, думаю, все-таки для души это. Я желаю тебе успехов, удачи. Спасибо тебе. Спасибо большое. Спасибо нашей гостиной. Наш телевизионный эфир в 9.00 продолжат программы на абазинском языке. А следующий выпуск «Вестей» с Аллой Динаевой смотрите в 14.30. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Уважаемые телезрители, на нашем канале полуфинал Республиканской Олимпиады школьников умники и умницы Карачаева-Черкесии. Ну, в общем, ответ правильный. Вы сильны в своих познаниях? Там есть две версии. Вам по зубам любой орешек знаний? Зато я не хочу ответить. Что ж, готовьтесь. Ваши знания оценят зрители телеканала «Россия-1» Карачаева-Черкесия. С 12 по 16 октября в 9 часов 15 минут сразу после выпуска информационной программы «Вести на национальных языках» смотрите полуфинальные игры Олимпиады, где на состязательных дорожках встретятся умники и умницы нашей республики. Не пропустите! Редактор субтитров А.Семкин